Ты крышку снимаешь и 5 всего деталей, ну чтобы вы знали, что это такое. Вот-вот-вот. Это 5 бегущих, это вообще уже не мотор, понимаете, я это объясняю всем, никто не понимает. Это двигатель внутреннего сгорания, выполненный по электрической схеме. Почему я не стыкуюсь, никак не согласовываю свою теорию, не могу согласовать с теоретиками. Это все стоит на месте, чтобы вращать, а наоборот, они уже в роли и маховиков еще. Вот эти бегущие соленоиды, я их называю, это трехпоршневой двигатель. Вот эти подъемы, вы сейчас ехали, да, в оврагах? Спокойно он преодолевает, без всякой подкрубки, всего-навсего, три этих бегущих соленоидов. Так, так, так. И на них вместо свечей здесь стоят токасируемые. И идет не высокое напряжение, там 18 кВт, а всего 24-36 вольт, в зависимости от скорости. И ты подаешь такой импульс, а он еще замкнут с обратной стороны, там, конденсаторами. И получается резонансный колебательный контур. Чтобы вот создать такой же прецедент, как в камере сгорания, в двигателе внутреннего сгорания, да, нужно создавать не просто ободки, как все моторы делают, а создавать резонансный колебательный контур. В этом, собственно, и секрет. Надо помнить только про линии вот эти, которые есть в фазовой сдвиге. Так, так, так. Как только начинается движение внешнего ротора по отношению к статору, то происходят вот такие именно явления. Там получаются взрывные моменты, которые сопровождаются фазовыми переходами. Уже заранее сдвинуты все эти три бегущие соленоида, заранее сдвинуты на 120 градусов. Ну, потому что их три, 360 разделить 120, так. И что получается? Не нужен коленвал, который вот это все делает с поршнями, сдвигает их. Это ужасное устройство коленвал. Именно на нем потери-то. 30% всего КПД. А почему здесь 90? Потому что здесь как бы сама функциональная работа, она похожа на двигатель внутреннего сгорания. Здесь меньше механики. Здесь просто нет трущихся деталей. Там вкладыши, коленвал, потом шатуны. Шатуны просто забирают огромное количество энергии по неиспытанию моей, московской энергетической. Двигатель 300 ватт мой велосипедный. Там присутствовали англичане, которые сначала испытали в Саундхентоне, потом приехали из любопытства сюда. 300 ватт. Сделали ему максимальную остановку. То есть генератор его тормозил до конца. Он развивает 56 ньютонов на метр. 300 ваттный мотор. 56. Жигули 70. Жигули наши 70. А тут 300 ватт 8 килограммов мотор. Он развивает 56 ньютон метр. При КПД, КПД падает. Почему? Потому что ты его удерживаешь. Там 32 всего процента. Когда вы говорите, что готовы передать на исполнение, на сборку, вы ноу-хау передаете или нет? Как вот это? Это же самый тонкий вот этот момент. Совершенно правильно. Вот смотрите. Я не случайно Эван Цайклест выступил в самый наипростейший мотор. Где практически вот два-три раза показать и все. И пошел конвейер. Сразу у них тоже не получилось. А вот поперечники, как называемые, это довольно сложный мотор. Он категорически отличается от этого. Там бедный скоростной, там все. Там нужно уже 4-5 вот этих нау-хау хорошо вызубить. Вот мои ребята знают, несколько человек. И все. Они начнут сейчас вот эти вещи разгадывать.